Перед падением Саурона, Сарюмян нашел способ отправить свое воинство, а вернее свою орду урукхаев в иные измерения. Таким образом, его орды попали как и в средневековый мир, так и в мир античности, а также и в другие миры, о которых мы в скором времени поведаем. Итак, орды Сарюмяна, то есть урукхаи, коих здесь их 3600, вступили на земли Греции, грабили, насиловали, жигали и уничтожали все на своем пути. Однако, встретились им воины, способные дать отпор. Не биотийцы, не афиняне, а лишь доблестные миры сего. Спартанцы. 990 спартанцев, то есть округляем, получаем 1000. Сейчас у нас будет 1000 спартанцев удерживать наступление орд Сарюмяновых. Сумеют ли они? Выстоят ли они? Вот тут уже, конечно, вопрос. Орки сильные, как никогда. У них есть и берсерки урукхаи, есть и мечники урукхаи, копейщики урукхаи. В общем, вся рать несмертная, что усумел собрать Сарюмен перед погибелью своей, и прежде чем отправить, значит, одну из своих легионов, одну из своих орд, как раз-таки, на Хельмов упасть, он сумел собрать воинство, как я и сказал, ну и отправить, значит, в античные, там, иные измерения, да? Урукхаи сильные. Я убрал лучников, потому что лучники у них пипец, мбовый, сразу говорю. Ждите, кстати, много интересных роликов в стиле римляне против тампольеров, ну и дворфы против, дворфы против, там, не знаю, аюбидов, ну и так далее пошло-поехало. Поэтому будет круто, ждите. Тут у нас даже есть бисманы, то есть зверолюди, даже присутствуют отряды сват, то есть спецбойцы, да? Ну что, Урукхаи у нас готовятся к бою. Не забудьте, товарищи, не забудьте поставить свой лайк, поделиться этим крайне странным и очень даже интересным роликом своими друзьями. Такого контента вы не видели еще в руссегменте, чтобы Урукхаи сражались со спартанцами, так что, ребят, все для вас, мужики, все для вас. Итак, спартанцы к бою-таки готовы. А готовы ли вы? Обязательно проверь, поставил ли у тебя колокольчик на аккаунте и также проверь, стоит ли у тебя лайк. Ну что, понеслась, как говорится, наше воинство спартанское в бой. И пошел натиск мистовый. И воины Леонидова ворвались в Курскоро, так сказать, в Урукхаев. И оп, мой хорек, вы смотрите, что происходит. Не просто по флангам начинают Урукхаи обходить. Спартанцы только так вывешивают оплевухи своими пиками, нанося максимально убийственный урон. Копьями, копьями, колющими ударами срезают головы, то есть просто сносят головы. Вы посмотрите, что происходит. Просто жесть. Бедного Урукхаи спартанец заколол. Да, Урукхаи просто бегут в панике, они охреневают, они никогда не видели подобного. Для них это что-то невероятное. Однако спартанцы держатся весьма неплохо. Смотрите-ка, кто-то даже убивает спартанцев. Быть того не может. Но спартанцы доблестно продолжают бороться. Нихера себе Урукхаи ворвались. Вы видели? Епать, Урукхаи, что творят? Натиск сквозь своих был идеален. Слушайте, Урукхаи это жопа. Надо бы тамплеров с Урукхаями свести. Борьба за святой край. Воинство бесовское ворвалось в Иерусалим, в общем-то говоря. Ля, ну просто гениально. Просто гениально. Один спартанец у нас завяз в окружении Урукхаев. Эх, жалко, что никогда Райс оф Мордора не выйдет, конечно. Ух, какие Урукхаи бронированные. Просто титаны. Спартанцы, арест на вашей стороне. Не дадим же воинству Сорюмянову втоптать Грецию в грязь. Да покураем и недругов своих. Блин, ну просто невероятно. Спартанцы, ну, блин, держатся. Баланс сил, однако, падает, конечно. Давайте-ка тут немножко сманеврируем. Поможем нашему полководцу, а то что-то всасывает он. Десять пробили спартанцев, бедные уже практически пали. Доблестно сражают и сопротивляются. Но их просто рвут на части. Они еще и возвращаются, то есть убегают и возвращаются снова в бой. Бля какой. Хорошечно. Ну, рука и не сбавляют свой натиск. Продолжают насиловать построение спартанцев. Блядь, я уже испугался. Синий экран у меня думал. Все, пиздец, короче. Ха-ха-ха. Я уже думал, все, жопа. Кампуна стала. Сгорел нахер от такого пиздеца. Хух, слава себе, господи, все хорошо. Я просто... У-у-у, это был рофельный момент. Конечно, капец. Ой, ёпт, твою дивизию. Ха, это было дико. Ладно, я болею за спартанцев. Болеете ли вы за кого-то? Пишите. На кого вы ставите? Как вы думаете, много ли спартанцев погибнет, прежде чем у Рухаи падут? Или же все-таки у Рухаи у нас выстоят здесь? А спартанцы падут, опять же, пишите. Будет интересно узнать, прочитать. В общем-то говоря, как все и делается у нас. Ну-ка, налет у нашим. Бля, спартанцы, держитесь, хлопцы. У Рухаи не пройдут. Не, мне кажется, спартанцы напуганы. Сколько... Непонимания того, что происходит у этого спартанца в глазах. Он обескуражен происходящим. Он просто в шоке. Да таких... Спартанцев, что боялись бы в бою своего врага, я не видывал еще. Как он мастерски уходит от захвата. Его просто со всех сторон долбит. Толпа у Рухаев, а ему похер. Красава. Мужик. Типа, если бы тебя у Рухаи не долбали, бы ты бы не был мужиком. Как-то так. Так, слушайте, а спартанцы-то стоят. Тут даже выбить кого-то удалось. Ничего себе. Держим натиск. Держим натиск доблестно. Продолжают стать спартанцы. Кстати, полководца здесь уже вынесли. Бежал полководец Сырумяновский. И Рухаи бегут. Да, боевой дух у Сырумяновских воинов падает. А, ну воинов Сарума. Давайте посерьезно. А то я уж как сижу и угораю чисто. Противостоять Габрит и будь здоров, кстати. Я ими сильно не управляю так чисто, чтобы они хотя бы сражались. Чтобы было все более-менее честно. О, попал Рухаев в тыл. Спартанским воинам. Спеши, пропало. Хорош. Спартанцы обрабатывают урухаевские доспехи. Галлия непрячерскую плоть проникают они своими копьями в их мертвые сердца. Слушайте, неплохо довольно-таки спартанцы выбивают их. Я думал, хуже будет результат. Но вроде как спартанцы тащат. Однако баланс говорит то, что все равно типа сливаем. Ну, посмотрим. Кто его знает? Хорош. Хорош. А если бы у спартанцев еще боевал калаверием, то как бы тут было бы ясно. Нифигасе, спартанцы 36 фрагов сделали. Пиздец. Как они убили, я смотрю. Прямо-таки купец. Настало время. Бегите, орки. Не бегут. Нормально. Думал, побегут. Не побежали. Вот тебе и сражайся. Что было бы, если бы спартанцы оказались бы в Средиземье? Ну, вот нечто подобное мы бы здесь и увидели с вами. На самом деле, когда я сказал, что они боятся, я имел ввиду то, что им на похер. Боятся они лишь потерять своего товарища в бою. Вот. Поэтому крепче строй. Фаланга, все дела. А так, на самом деле, они не боятся Рухаев. Рухаев боятся лишь дети. И войны не способны сражаться на ровно. Ну, или просто сражаться хотя бы. Потому что если... Правильно помню, даже Сэм Рухаев болел. Ну, а если Сэм Рухаев болел? То любой плебс и подавно Рухаев задавит. Не, ну кого-то убивают, я вижу, как бы, да. А это само собой. Выжить не всем спартанцам удается. Спартанцы потеряли уже, кстати, половину своих бойцов. Что весьма печально. Скриншот на память. Улыбочку. Отлично. Отлично. Улыбочку. 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 Блин, а у Рукаев еще тысячи остается, а у спартанцев всего лишь 375. Одна третья от армии, ну, как вы понимаете, у Рукаев. Направим в бой тех, кто отдыхал и прохлаждался, не говорю спартанцам прохлаждаться. 400 фрагов отряд сделал, я жесть просто, что происходит. Ну, просто карает. Блин, головы только так летят от копий. Это, конечно, забавно выглядит. А воины с современными так и не пытаются бежать. Эх. Ну, боевой дух все-таки у них не в боках у гоблинов, да? Эти воины способны передвигаться и при дневном свете. Вот так вот. Спартанцы явно уже истощены, да. Не все, кстати, не все. Есть те же, даже те, кто более-менее восстановил свой боевой дух. И истущения у них не так уж и много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще. На самом деле. Вот те дела. Хотя здесь все еще их много, да. Определенно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Да, и у нас Урок Хай бегут, хотя сказать Урок Хай, но тут Урок Хай нет, славу. Я боюсь спартанцев Урок Хай задавили, хотя кто его знает. Да, Урок Хай бегут. Блин, тут один Леонид остался, один юнит буквально в отряде, посмотрите, один юнит в отряде, 233 фрага сделал. Я его тупо затоптал. Чисто полкан один выжил, кстати, забавно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, посмотри, что происходит. Блядь! Спартанцева, там кого завязывать? Тащите мне! Пиздец, как много трупов, а? Виктори! Слушайте, победили. Нифига себе. Спартанцы вывезли. Шок какой-то прям. Пойдем посмотрим, что получилось. Да, тут и 34 и 500 фрагов, блядь, просто же спартанцы нарезали. Да... Не гууууууууста, хотел сказать, но ни хиила. Так и вообще прям. Кстати, у Рукаев есть отряды тоже Которые нормально фрагов нарезали Допустим, вот мечники 50 Ну, впрочем, и все А, вот еще 53 эти берсерки И вот 52 еще мечники, да? Да У Рукаев осталось 146 юнитов Они бежали У Спартанца 227, но они стояли до последнего Там даже один юнит был Третья полководца Даже не только в отряде, но еще Вот комплиты Спартанцы Этих, наверное, всех убили, к сожалению, но Ну, че, в целом офигенно, блин, классная битва Да, вас ждет скоро Более интересное сражение И будут играть уже игроки Поэтому ждите, там будет Тот еще экшен, в общем, был лучший, удачи Увидимся Лайк не забудь, угу, спасибо